В прошлый четверг в Гризинкаунсе на площадке Гетто Геймс должен был пройти очередной турнир по баскетболу. Но впервые за 16 лет этого не произошло из-за решения Рижского окружного суда. Судебный процесс выиграли жители района Гризинкаунса. Их не устраивает громкая музыка и шумные мероприятия до самого вечера. Суд встал на сторону жителей и постановил, что Рижская дума должна отрегулировать проведение этого мероприятия так, чтобы оно не мешало жителям. Вчера противоборствующие стороны встретились в Рижской думе и пришли к некому промежуточному соглашению. После состоявшейся сегодня в самоуправлении встречи с участием двух сторон Гетто Геймс и Гризинкаунна Апкаемс Бедриба, вице-мэр Риги Эдвардс Ратнеекс отметил, что достигнуто временное решение, согласно которому мероприятия Гетто Геймс будут проводиться до 29 июня. Также организаторы мероприятия должны будут снизить уровень звукового сопровождения и закончить все к 22 часам. Мы договорились, что до конца июня мы посмотрим, как у нас идет, где там звук. Мы сейчас начинаем ставить датчики, чтобы вообще понимать, это звук от нас, не от нас, от машин, сколько этот звук. И будем собирать мнения все-таки людей. Впрочем, сам по себе баскетбол игра не очень шумная, если исключить из нее зрителей на трибунах и ведущих в громкоговорителях. Раймонд Элбакян говорит, что дело не столько в баскетболе. Здесь у них есть возможность выйти в центр Колизея и ощутить себя очень особенно. Это часть фишки нашей работы с молодежью. То есть сам баскетбол, футбол, флорбол – это только инструмент, который мы используем в работе с молодым человеком. Это не цель. Олимпийские чемпионы – это не цель. Инициатор создания закона о ночном покое Майя Крастене говорит, что проблема шума и покоя, а также разница интересов между устроителями мероприятий и горожанами, желающими отдохнуть, будет только усугубляться. И эта проблема существует в рамках всей страны. Ситуация с гетто-геймс – это последствия длительного игнорирования этих проблем. Это только один из видов шума, который длительное время не решается в городе. К сожалению, таковы последствия. Эту область надо упорядочить. Есть праздничные шумы, которые мешают жителям жить. Но законодатель отказывается длительное время работать над этим законом. Каждый год у нас будут новые шумы, новые конфликты. И отказ регулировать этот вопрос приводит к поляризации общества и враждебности друг к другу. Что же касается гетто-геймс, то они намерены до конца июня провести пять турниров в Гризинкансе, а до конца августа в целом 22 мероприятия. Данил Смирнов, Карлис Кэмпелс, Руслосэн. 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 Продолжение следует...